И вновь доброе утро, говорим мы вам. Вы смотрите Первый городской в эфире программы «Твое утро». И сегодня, конечно же, поздравляем всех стоматологов, поскольку 9 февраля – Международный день стоматолога. Да. А в нашей студии появился гость Арман Сакишев, директор сети стоматологии «Дентал Центр». Доброе утро. Доброе утро. С праздником. Спасибо. Ну, как стоматологи отмечают праздник? Ну, обычно с эфиры. Это хорошо. Главное, возьмите за традицию, потому что мы будем рады вас видеть. Каждый эфир 9 февраля или же накануне для того, чтобы поздравить. Как сегодня будете поздравлять своих сотрудников? Ну, у нас непосредственно сегодня будет корпоратив, конечно, в честь праздника. Ну, само поздравление, скорее всего, начнется от наших пациентов. Это с приемного дня. Девять часов он начинается. И по традиции вот все наши пациенты, которые знают, приходят, поздравляют нас. Ну, как-то так вот. Ну, и сегодня Арман Аскарович тоже не с пустыми руками, несмотря на то, что у него сегодня праздник, скажем так. Он также сегодня с подарками, поэтому ждем звонков 222-333. Пожелание от вас, конечно же, а подарок уже от нашего гостя. Ну, первый вопрос, наверное, будет таким. Произошло слияние двух крупных компаний. Расскажите об этом. Да, здесь больше не компания, а команды самой. У нас существовала уже более пяти лет команда Евродент, где мы, в принципе, все работали как бы на арендных условиях. Также у нас существует другой бренд, это стоматология «Дентал Центр», которому уже вот более двух лет. Теперь у нас мы немножко поменяли место расположения, расширились там. И сейчас полностью вот две команды наши, это более 45 человек, сотрудников у нас. Работаем все в одном месте на «Богенбай-Батыре-22». И рядом прямо для детишек уже специально отдельное помещение. Да, естественно, непосредственно. То есть у нас вообще как бы концепция стоматологии семейная. Это вот от малого ребенка до уже бабушек, дедушек и так далее. До пожилых. Да, и вопросы обычно по стоматологии у нас полностью, тотально решаются полностью. То есть это весь спектр стоматологических услуг в одном месте, куда можно будет приходить и с детьми параллельно, и сами. Обычно у нас так и делают, записывают отдельно детей детским стоматологам и параллельно сами записываются уже взрослыми. Вот таким образом. Арман Скорыч, у нас звонок. Давайте примем звонок и продолжим нашу беседу. Доброе утро. Доброе утро. Давайте знакомиться. Очень бодрый, красивый женский голос. У меня зовут Алла. Так, Алла, очень приятно. Алла, вы с пожеланиями? Да, я с пожеланиями. Я хотела бы поздравить всех стоматологов нашего города. Как часто вы сами обращаетесь к специалистам? К стоматологам я обращаюсь два раза в год. Это такая финальная проверка зубов. А так каждый день ухаживаю. Утром чищу зубы, вечером чищу зубы. В течение дня полоскаю после еды. Спасибо огромное, Алла, вам за звонок, подарок. А можно стишочек? Конечно, можно. Не можно, а нужно даже. Давайте ждем. Чтобы зубы не болели, мы к стоматологу идем. Сегодня праздник у зубного. Вас поздравляем с этим днем. Вам желаем мы здоровых и спокойных дней в году. И клиентам вам довольных за ваш труд, за красоту. Ведь вы искусники большие. Вам спасибо, говорим, за безупречные улыбки, те, что дарите другим. Спасибо огромное. Здорово. Ну, слушайте, вот ваш адрес сегодня звучат такие пожелания, даже лирические. В тихотворной форме, да. Ну что ж, ну, наверное, очень часто и очень много людей обращаются к вам. А чаще всего с какими проблемами? Вообще, ну, это, скорее всего, не только относительно нашей страны, а во всем мире очень сильно распространен кариес. Практически это получается стопроцентно. У каждого человека есть хоть один кариес. Ну, естественно, на это очень много причин. От приема пищи, которую мы принимаем, и до питьевой воды, климата, экологии. Факторов очень много. Да, факторов, естественно, очень много. Да, и немаловажно с раннего детства за этим ухаживать. Как я вам вне эфира только что говорил, природа дарит дважды бесплатно зуб, а за третий раз уже надо платить. Так что я бы, да, нашим любимым пациентам дорогим порекомендовал бы с раннего возраста приучать чистки зубов. Ну, и как возникает кариес, сразу обращаться к стоматологу, дабы не потерять свой естественный зуб. Ну, а вот проблема с кариесом, она возникает как... Ну, у детей, да, понятно, все-таки мы сейчас и колу пьем, и чипсы ем, разрешаем детям и шоколадок много есть. А у взрослых? Ну, у взрослых, обычно вот у взрослых это уже переходится с детства. То есть, когда идет смена прикуса в детстве, если у вас здесь присутствует кариес, то на постоянные зубы это тоже непосредственно влияет. То есть, ваш кариес может быть с раннего детства. С раннего детства в взрослую жизнь перейти. Ну, а по поводу детских услуг, ну, сейчас даже по телевидению, там в фильмах показывают, что специально оборудованные кабинеты для детей, развлекательные, чтобы... Естественно, не боялись. Дети не боялись. Расскажите тогда, да, об услугах именно для детей, а уже потом перейдем ко взрослым. Да. Что касаемо детства, вообще детские стоматологи, они как бы своеобразные люди, такие театральные, да, которые имеют особый подход к детям. С этого все начинается. Обычно для наших маленьких пациентов мы рекомендуем первое посещение без приема. Просто приходите с детьми, поиграйте, посмотрите в виде презентации. То есть, ребенок может прийти, вдруг он может тоже, как бы у него образоваться мечта, стать стоматологом. Мы даем потрогать ему какие-то инструменты, даем свободно как бы передвигаться по приемному кабинету. Ох, зная любознательность детей, я представляю, что там у вас творится. Да, ну и потом, конечно, естественно, оседает немножко такой страх у детей, а как бы такой кабинет привычный становится... Игровым. Более комфортным, да, более игровым таким. Ну, также, конечно, естественно, у нас в холле имеется игровые углоки. Частенько нанимаем аниматоров для того, чтобы это было весело. Что еще? Вот это, да, для детей. Разные есть конкурсы. Также вот сейчас делаем обязательно, вот, каждому ребенку, который приходит в дентал-центр, мы дарим обязательно подарок. То есть, какую-то игрушку. Потому что мы заметили такую тенденцию. Обычно дети приходят к нам с родителями и сразу, как бы, перед приемом ставят условие. После приема куда мы пойдем? В мегу или в символ? И чтобы после приема стоматолога они не принимали неполезные продукты, да, вы их? Естественно, да. Вот такие бы условия в наше детство, когда мы ходили... Я думаю, взрослым тоже понравилось. Серые кабинеты, плач, крик. Это я помню из своего детства, когда мы ходили к зубному. Еще по проспекту Абайдиска. Стоматологический. Мне повезло больше, да. Я к стоматологу, в принципе, не обращалась. Единственный раз и то во взрослой жизни, когда пришлось звонить маме, почему-то, а не стоматологу. Ну что ж, давайте познакомимся со следующим телезрителем. Примем звонок, подарок от нашего гостя. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Давайте познакомиться. Меня зовут Алия. Так, Алия, вы к нам с пожеланием или с вопросом к гостю? Сегодня 9 февраля я хотела бы поздравить самого главного человека нашего города с днем рождения. Это Бердебек Сопарбаев. Ага, так. И год назад я родила дочку. Потому что у нее день рождения. Вот это да. Отлично, поздравляю с днем рождения. И, конечно же, с праздником всех стоматологов нашего города. Вот это да. И пожелать следующие строки. Сегодня день не иммунолога, не аллерголога, а стоматолога. Желаю вам всего прекрасного, здоровья, счастья, неба ясного. Пусть все чудесно получается и люди добрые встречаются. Что пациенты все лояльные и каждый месяц премиальные. Спасибо большое. Отлично, очень приятно. Сегодня все с поздравлением в стихотворной форме. На самом деле очень приятно. Спасибо вам огромное. Подарок вас ждет от нашего гостя и от партнера утренней программы. Ну, Арман Аскарович, продолжая беседу, давайте тогда поговорим об услугах именно для взрослых. Для взрослых, да, теперь? Давайте. В нашей стоматологии обычно мы включаем весь спектр. То есть это одна из наших уникальностей. То, что человек может прийти к нам как и удалить зуб, так и вылечить. Исправить прикус, поставить протезы и так далее. Ну и самой главной уникальностью является это то, что у нас нету некого медицинского дизайна. То есть все сделано так, чтобы человек чувствовал, наши любимые пациенты себя чувствовали в стоматологии, не вне стоматологии. И по спектру услуг, очень широкий спектр услуг предоставляем. Также есть вот все современные протезирования. Это протезирование на компьютере, широко известно сейчас нам. Исправление прикусов, лечение, лечение по новым протоколам, по стандартам, мировым стандартам. Ну и удаление, естественно, тоже очень хорошие, как бы квалифицированные хирурги, врачи у нас, которые могут больную зуб удалить. Ну и потом непосредственно поставить импланты на них. Ну, другую, так скажем, все, что связано с зубами, это можно у нас решить. Любую проблему, даже самую незначительную, да? Да, вот еще такие эстетические процедуры, скажем так, отбеливания и то, что было модно, стразы на зубах. Да. Есть ли такое? Конечно, не без этого, естественно. Ох ты, здорово, теперь я знаю, куда прийти. Отбеливание у нас вот как раз в этом месте существует очень такая хорошая скидка, всего-то 29 тысяч стоит. Ну и сам аппарат, он очень уникальный, Бион Полиш 5, это вот аппарат последнего поколения отбеливания, без каких-нибудь отрицательных эффектов. А если сделать отбеливание, на какой срок вообще можно гарантировать, что зубы будут белые? Это подбирается индивидуально, как и тон зубов, то есть насколько вам нужно будет отбелить, тоже можно выбрать. Ну и как бы срок это минимум 1-2 года. Если учитывая у вас, естественно, зуб будет светлым тоже, этот эффект намного больше продлевается. Ну и, конечно же, ухаживать нужно обязательно в любом случае, не без этого, а то запустил, пришел, исправил и далее, продолжая жизнь в том же русле. Арман Аскарович, огромное вам спасибо, что вы сегодня пришли, и не с пустыми руками. Мы подарки раздали, пожелания были приняты, рассчитываем, что в нашей студии вы будете вновь. Я думаю, что наши зрители получили достаточной информации о Дентал Центре. Теперь вы знаете, куда обращаться в случае, если проблемы с зубами. Здесь не только качественное обслуживание, но и уникальный персонал, который подберет индивидуальный подход к каждому клиенту. Прямо сейчас небольшая реклама, а после в нашей студии появится еще одна гостья, очень интересная. Я надеюсь, вы дождете встречи с ней.